Украинские сообщества В списке были 24 наименования, в том числе и с более нейтральными названиями, вроде «Россия-Крым-История» или «Россия-НАТО». Книги из продажи были изъяты. Руководитель Центра украинской культуры Анатолий Лютюк отмечает, что территория Эстонии не место любому экстремизму, будь то экстремизм антиукраинский или антирусский. «Прецеденты были и с украинской стороны. Приехала совсем веселая девушка продавать тут вышитые сорочки, что мне очень понравилось. Потом она пришла, я смотрю, продает полотенце с портретом Путина и вытри ноги от Путина. Я сказал, что позвали эту девочку, давай отсюда, уходи отсюда. Потому что это чужая страна, ты приехала сюда. Путин, ты люби, не люби его, но дома там у себя говори». Также Лютюк высказал предположение, что на полке магазинов эти спорные книги попали не в силу чего-то злого умысла, а просто из-за рыночной конъюнктуры. Возможно, эстонские предприниматели заказывают те наименования для реализации, которые хорошо продаются в других странах, где говорят по-русски. Профессор Таллинского университета Ирина Белобровцева отмечает, что тот факт, что история со спорными книгами разрешилась быстро и мирно, несомненно позитивный. «В принципе, у нас сейчас общепринято это, то, что называется быстрое рассмотрение дела. Стороны приходят к согласию, и в итоге книги дальше не распространяются. Другое дело, что эти книги кто-то ввез, кто-то поставил на полке, кто-то их принял в магазине. Если есть люди, которые считают, что их права ущемлены, они, наверное, должны об этом говорить». Однако при наших непростых межнациональных отношениях очень важно... Продолжение следует...